оказывается. Добрый вечер, уважаемые зрители, спасибо всем, кто подключился к вебинару, приуроченному к курсу школа инвестиций, и на этом вебинаре мы научим, постараемся научить вас инвестировать и не допускать ошибок, и кроме того, сегодняшний вебинар, он будет проходить под таким налетом, под такой вуалью неизвестности, поскольку вести его будет человек, который находится правее от меня, вот в этом приветственном блоке, это Петр Котов, трейдер, инвестор RCAF Ducas Capital, и Петр примечательен тем, что он сейчас не выходит в эфир, вернее как, он выходит, он будет говорить и рассказывать, но его никто не будет видеть, кроме вот этой фотографии, и хочу вам сказать, что мы в СФ тоже не знаем, как он выглядит, хотя он находится в нашей организации с момента ее зарождения, и даже участвовал в запуске финансовой академии, тем не менее, он благополучно ведет торги, он учит студентов, и все это время находится с нами, Петр, привет, вот вы услышите его голос. Да, друзья, всем привет. Рано шаришь, рано шаришь. Всем привет, сейчас, так, секундочку у нас с экраном, да, всех приветствую еще раз, всем спасибо, кто к нам подсоединился, это достаточно, я считаю, ответственно, подсоединиться в 8 вечера после рабочего дня, послушать про инвестиции, это уже правильный шаг в сторону инвестиций. Ну, потому что тема же потрепещущая, да, сейчас очень много инструментов, все делают ошибки, все вот так, знаешь, как шашкой на голову бросаются на эту тему, поэтому давай все-таки расскажем нашим зрителям, как этому процессу подходить правильно и по шагам. А вот теперь давай расшаримся, я переключу сцену. Отлично. Жми вот шумную кнопку. Так, сейчас увидим экран. Тогда я меняю сцену и буду в уголке, так. Уважаемые зрители, если что-то не устраивает в плане звука или видео, вы сразу шумите, показываете в чат, я буду со своего пульта тут тоже отслеживать. Вроде должно все быть хорошо. Петр, все хорошо, мы, думаю, можем начинать. Давай для начала расскажем о тебе, как о спикере, потому что я, конечно, нагнал вот этого псевдоинтриги. Переходи к следующему слайду. Да, да, да. Еще раз всех приветствую, друзья. Собственно, меня зовут Петр. Где-то мой суммарный опыт с фондом рынка даже, наверное, уже не будем, порядка 10 лет, вот, ну, активных 8, потому что первые два года я, как бы, занимался такой теоретической частью, изучением, да. Дело в том, что учился я за границей, и там уже с 11-12 класса начал посещать при университете инвестиционный фонд, который существовал, и занимался именно инвестированием, да. Сразу вот хочу сказать такой момент по поводу рынка, да, фонда рынка. То есть сейчас вот это вот слово такое на хайпе инвестиции. Я инвестирую, вот он инвестор и так далее, да. Ну, сразу вам скажу, что в профессиональной среде инвестиции считаются как минимум, там, от 3, там, до 7-10 лет, да, то есть как минимум от где-то 3 лет, вот это считается, как бы, настоящая инвестиция. Вот как раз я начинал, собственно, в фонде RCAF, который занимался именно инвестициями, и именно конкретными инвестициями, которые по-английски называются Valm Investing, да, по-русски стоимость на инвестирование. Вот, если так очень просто говорить, это инвестиция в компанию, которая недооценена рынком, да, то есть вот это и есть такая вот настоящая, аутентичная, аутентичный тип инвестиций. Все остальное, по сути, это либо как бы спекуляции, да, равно трейдинг, либо, то есть покупка на такие, как так называемые, growth stocks, да, это те акции, которые вот растут просто потому, что там растет сегмент, растет экономика и так далее, да, то есть. Нужно понимать здесь, что фондовый рынок не всегда отображает, собственно, реалистическую, реалистичную цену на тот или иной актив. И как раз, кстати, один из модулей школы инвестиций, как раз-таки один из преподавателей будет объяснять разницу. Я сейчас не помню, кто конкретно, но точно в темах вебинара я это однозначно буквально сегодня видел. Слушай, ну про курсы мы еще поговорим сегодня в середине вебинара. Я предлагаю потихоньку двигаться дальше, чтобы успеть в регламент. У нас зрители не устали, поскольку мы должны давать информацию в такие сжатые сроки. Давай парочку слов расскажем про SF для тех, кто впервые подключился к такому мероприятию, подобного формата. Вот это на следующем слайде. Не забывай, что ты сегодня дежуришь на презентации. Да, спасибо. Так вот, господа, я думаю, Петр, если что, добавит и поправит, что SF Education — это один из, если не крупнейших, онлайн-университет на территории Российской Федерации, у которого есть шикарные программы проф, именно не просто курсы, а профподготовки, которые включают в себя несколько направлений. Это, например, инвест-менеджер, это финансовый аналитик, это, что там у нас было, кредитный аналитик, подготовка к CFX или академии, и все в таком духе. То есть это уже такой солидный багаж знаний по конкуренции, который может соперничать, не ради красного словца, с международными магистерскими программами, например, вот тот же финансовый аналитик. И тот объем знаний, который вы получите здесь, вы на него потратите за границей денег, например, ну, во много-во много раз больше. Об этом мы уже не раз говорили на вебинаре, когда сравнивали наши магистерские программы. Да, университет существует уже, Петр, поправь меня, по-моему, более 8 лет, кажется, да? Если брать момент рождения, с 13-го, да? То есть уже крупная база, то есть партнеров и, вернее, преподавателей из крупнейших компаний собрали огромную базу контента, бесплатного, кстати, контента, вот у нас на YouTube. Есть бесплатные курсы, ну и много чего еще. Куча выпускников, которые оставляют отзывы, о которых мы еще поговорим. Ну, я думаю, мы контакты еще оставим, а сейчас можем начинать наш воркшоп, который будет подразумевать контакт с аудиторией. То есть, если у нас еще ни разу не были, садитесь поближе, не заваривайте чаек и пельмени, как говорят многие блогеры, поскольку на голодный желудок думается лучше, как показала практика. И готовьтесь к тому, что мы будем разбирать вот эти вещи, которые Петр только что подсветил на экране. Передаю тебе слово. Да, и такую маленькую информацию по поводу, да, стоимости обучения за границей, она очень высокая, поэтому это такая иллюзия, что там можно хорошо обучиться, при этом вы переплатите. Я как человек, который жил за границей, я это очень хорошо знаю. И второй момент, второй момент, вот я хотел тоже добавить по поводу SF, но, честно, я его забыл. Поэтому давайте перейдем к воркшопам. Собственно, да, сегодня, ну, просто вот ты говорил, у меня сразу две мысли. Я такой, так, надо людям сказать, потому что часто слышу про то, что все хотят уехать учиться за рубеж, но при этом недооценивают, какие у нас хорошие вот школы, даже я имею в виду частные, да, которые могут дать очень хорошие практические... Именно практичные навыки, да. Да, практичные навыки. Итак, ребят, не будем ваше тратить время. Сегодня мы поговорим про механизмы работы фондового рынка. Да, сразу скажу, что я сейчас вот про себя, когда рассказывал, начинал с инвестирования, сейчас я занимаюсь активным динамическим трейдингом. Однако работа с рынком, да, то есть неважно, либо ты инвестор, либо ты трейдер, она подразумевает в себя именно наличие определенных фундаментальных знаний, которые и трейдеру там каждый день будут полезны, и инвестору будут полезны, тем более в какой-то долгосрочной перспективе, потому что иногда люди делают какую-то сделку, покупают какой-то актив, и об этом частенько забывают. Из-за этого их портфель, вот как, например, в прошлом году, когда было падение рынка сильное, да, там мне люди звонили, говорят, что мне делать, у меня там минус 35% портфель просел, либо минус 40% и так далее. Таких ситуаций происходить не должно, и я вам сегодня объясню именно почему. Почему конкретно таких ситуаций не должно происходить у человека, который к этому подойдет хотя бы полупрофессионально, да, даже если вы там не будете работать в индустрии, но будете это делать для себя, тем более если вы собираетесь работать в индустрии. Поехали готовить аудиторию к форс-мажорам. Вот, совершенно верно. Да, поэтому сегодня поговорим про основные механизмы работы рынка, основные концепты торговли, которые я использую, такая моя собственная модель. Ну, она, естественно, не моя, она, собственно, моя модель, но знания, которые я получил из опыта других людей, от своих менторов, из книг и так далее. И поговорим про одно из самых важных, это про когнитивные искажения, которые происходят на рынке, из-за которых, собственно, к сожалению, большая часть людей, которые не подходят к этому с умом, теряют средства. Я думаю... Итак, основные законы рынка. Да-да-да. Просто проверить, меня хорошо слышно, да, на всякий случай, чтобы все были довольны. Да, замечательно, у нас немножко ворчали на трансляцию задержки, но поначалу в Бизоне это бывает, больше я не вижу комментариев. Народу у нас прилично, так что можешь смело рубить интригу. Все, да, собственно, основные законы рынка, очень так просто, естественно, рынок – это сложная территория, фондовый рынок тем более. Но все работает по достаточно таким основным фундаментальным законам. Один из них является закон спроса и предложения, да, то есть у нас всегда в зависимости от того, какой баланс спроса и какой баланс предложения, у нас от этого, собственно, формируется цена. Да, и вот как пример я сейчас вам могу показать, просто мы потом сделаем парочку практических еще упражнений. Вот сегодня одна из акций, которая как раз-таки у нас активно торгуется. И что такое спрос и предложение конкретно вот для этой акции, например, для этого актива, да, это объем торгов, да, то есть объем торгов, который идет на покупку и объем торгов, который идет на продажу. Собственно, это и есть спрос и предложение. И когда у нас, вот, например, в данной ситуации, да, вот я просто конкретно говорю про вот эту акцию, я ее знаю, потому что сегодня ее буквально торговал. Одна из акций, которая сейчас занимается, там, препаратами для ковида и так далее, то есть поэтому она сейчас активно торгуется. Кстати, вот памятка тоже для, да, будущих инвесторов, чтобы понимать, что акции даже, которые фундаментально могут не, да, с точки зрения инвестирования не соответствовать цене на рынке, все равно будут активно торговаться. Вот как раз вот один пример из тех самых growth stocks, да, которые, акции, которые, как бы, находятся в сегменте роста. И вот сейчас очень многие компании, которые как раз там создают какие-то либо вакцины, либо вот конкретно вот эта компания создает там препараты, да, для ковида, она, естественно, находится в этом сегменте, да, то есть сразу суживается определенный у нас тут промежуток, из чего вообще выбирать, да, из каких акций выбирать, которые активно торгуются. Там, где не будет объема торгов, там, где не будет спроса, да, там, собственно, не будет активного, активной волатильности, то есть изменения цены и, собственно, да, вашего потенциального дохода. Потому что если акция будет торговаться вот так вот, как она торговалась до этого, до того, как они начали, собственно, работать над этими продуктами, то вы здесь не заработаете. Вот этот промежуток, он называется консолидация. Можем открыть там, например, дневные свечки и посмотреть, как акция торгуется, да, вот когда она торгуется в периоде консолидации, здесь маленькая волатильность, да, поэтому здесь заработать не получится. Вот, поэтому вы должны изначально выбирать те акции, те сегменты. Если, опять же, там, нефундаментально даже компанию оценивать, как это подразумевает стоимость на инвестирование, да, которое вот прямо настоящее, аутентичное инвестирование, то вы должны понимать, что хотя бы должны торговать то, что активно сейчас торгуется, то есть находится в том сегменте активной торговли. А в активном сегменте находятся именно большие, ну, вернее, весомые объемы, да? Ну, в принципе, достаточно очевидная вещь такая, наглядная. Да, совершенно верно. Вот у одного, я помню, коуча, ну, опять же, не люблю все вот эти вот такие ярлыки, да, но он рассказывал людям про рынок, я не могу там говорить за его уровень экспертности и так далее, но он сказал одну такую хорошую метафору. Торгуйте то, где тусовка, да? Опять же, это звучит там очень непрофессионально и так, но очень, как бы, очень литературно, я бы сказал, да, поэтому в данном случае он имел в виду там, где есть спрос, вот, потому что там, где будет спрос, там будут покупки, там будет волатильность, и, следовательно, там будет предложение, да, потому что также те, кто изначально купил, они захотят в конечном итоге, да, будут лочить свои позиции, выходить из своих позиций, лочить профиты или лосы. Далее, да, закон импульса. Что я здесь подразумеваю? Здесь я имею в виду, что когда у нас большие игроки, да, мы должны понимать, что у нас на фондовом рынке есть умные деньги, да, так называемые институционные компании, хедж-фонды. На Западе это институционные фонды, также очень достаточно сильные по капитализации, где есть, собственно, умные деньги, да, то есть там им, они тоже инвестируют, им намного сложнее инвестируют, чем простым частным инвесторам, да, и вот как вы думаете, кстати, почему это происходит? Вот, может быть, кто-то в чате напишет. Ты уже подготовил задание для наших зрителей, мы обычно, знаешь, как дело, мы громко кричим задание, и, да, ты чуть не нажал, выйти из зума. Чат хочу найти, чтобы, я понимаю, здесь вот если кто будет мешать. Нет, нет, чат ты не найдешь, чат-то вот у меня всплыл, тебе придется заморочиться. Давай лучше мы пойдем по программе. Ты просто повтори вопрос, а мы будем задать ответы в чате. Но это так, это, знаете, это не задание, это просто разминка, скажем так. Да, это не задание, это просто так, сейчас извиняюсь, не в том. Да, это просто вот, как вы думаете, почему частным инвесторам легче инвестировать, да, так сказать, у них больше, у них больше потенциала заработка, чем, например, у больших каких-то инвестиционных компаний. Хотя казалось бы, они ворочивают такими бюджетами и капиталами, что вот вкладывай и получай сверхприбыль, а? В общем, пишите в чате, уважаемые зрители, я буду смотреть. Петр, я тебе потом тогда озвучу по мере повествования. Хорошо, да, это просто такой важный момент, потому что, как бы, все всегда, ну, там, например, люди, которые слышали про рынок или хотят инвестировать, они там боятся, да, и боятся того, что их там съедят большие, большие игроки, большие, так сказать, умные деньги. И в какой-то степени, да, это правда, безусловно, ну, как бояться здесь не надо, здесь, вот, собственно, надо отталкиваться просто от правильных моментов, которые мы вот обсудим буквально через уже минут 10, когда будем говорить про основные концепты. Собственно, моя мысль заключалась именно в том, что у как раз таки, у частных инвесторов, да, у них больше именно потенциала, потенциала именно в процентном соотношении, да, то есть заработков, в отличие от больших игроков. Прости тебя, берегу, тут появились ответы в чате, как раз люди и говорят, что в плане возможностей для инвестирования у частных инвесторов меньше ограничений. Большие компании больше рискуют, у них больше обязательств, ну, еще и скорость принятия решения. Частные инвесторы сами выбирают, что куда инвестировать. Вот так, такие версии толкнули люди у нас в чате. Спасибо большое, что вы принимаете участие. Да, и добавлю к этому, то есть правильный был ответ, и добавлю к этому, что больше гибкости, да, то есть вы можете для того, чтобы большой компании, большому хедж-фонду, например, накупить какую-то позицию, да, там, для той акции, которую они планируют, что она вырастет, да, в цене, да, там, для инвестиций, им надо достаточно большой срок по времени. В то время как вы это можете сделать, для вас ликвидность намного будет выше, да, то есть при вашем там капитале, который, ну, не знаю, будет ограничиваться там, какими-то нормальными суммами, да, и это хорошо, потому что у вас будет больше гибкости, вам не нужно будет, как, например, большим ребятам там, набирать позицию в течение нескольких месяцев, да, и в то время как вы можете набрать свою позицию буквально за несколько секунд. Итак, возвращаемся к основным законам. Закон импульса, да, то есть как раз-таки, когда происходит набор позиции, когда приходит объем торгов на какую-то ту или иную акцию, да, то есть, например, если у нас вот пришел объем торгов и акция проторговалась в растущем тренде, отсюда часто идет импульс, да, импульс на дальнейший ее рост. То же самое происходит и с падением, то есть, когда акция там сильно достаточно распродается, идет импульс на дальнейшее падение, вот, то есть это так называемое иррациональное движение рынка, иррациональные тренды, вот, то есть так вот это можно назвать. Вообще любой тренд, по сути, это неэффективность рынка, нужно понимать, да, потому что если бы у нас рынок был эффективный, тогда зарабатывать на нем было бы вообще нереально, вот, а как раз-таки любые тренды, то есть, что я имею в виду по трендам, да, вот у нас, например, явно тренд на рост здесь существует вот для вот этой конкретной акции, да, мы видим, что она там торговалась буквально недавно совсем в районе 5 долларов, сейчас она торгуется в районе, сейчас в районе 10 долларов, но при этом доходило там до 12-13 долларов, вот. Вот, и, собственно, вот эти импульсы, которые происходят, да, то есть, когда приходит спрос, идет движение цены в какое-то направление, импульсы происходят конкретно потому, что большие игроки, большие деньги набирают свои позиции, для того, чтобы им свои позиции распродать, им тоже нужно время, поэтому как раз-таки вот эти дополнительные импульсы, то, что дополнительный рост цены, да, то есть вроде она выросла там на 20%, на 30%, потом еще дальше идет и еще дальше, то есть они пытаются, так называемый период дистрибьюции идет, когда большие игроки избавляются от своих позиций, им же тоже нужно лочить свои профиты, да, и это не значит, что они полностью избавляются от позиций, но хотя бы, чтобы частично уже залочить свои профиты, что они совершенно правильно делают, и что я советую делать всем частным инвесторам тоже, лочить профиты, когда у вас уже есть они, да, когда вам рынок уже что-то дал. Вот, и, собственно, от этого происходит дальнейший импульс. И концепт аномалий, да, то есть аномалии, это что я имею здесь в виду? Я имею в виду здесь конкретно манипуляцию, которую устраивают большие маркетмейкеры, либо маркетмейкеры, да, это те деньги, которые, собственно, создают ликвидность, либо большие игроки, да, то есть они устраивают определенные манипуляции, когда вы, там, например, у вас есть четкий уровень, да, вот мы сейчас как раз займемся уровнями, как практическое задание, и в... то есть они берут, например, и специально пробивают уровень, да, там специально ставят заявку, при которой, там, цена падает ниже, и из-за этого выбивает много стоп-лоссов, да, из-за этого выбивают много позиций, да, обычных, там, игроков, и, собственно, при этом потом цена достаточно быстро возвращается на прежний уровень. Почему важно знать концепт аномалии? Потому что мы изначально понимаем, что конкурируем с достаточно большими деньгами, конкурируем достаточно с умными людьми, и они, да, плюс с алгоритмами, естественно, да, которые сейчас, там, составляют в районе 70% от всех торгов, да, вообще на фондовой бирже, и мы должны понимать, что это будет происходить, манипуляции будут происходить, поэтому если все кажется, как бы, логично, да, например, там, вы выстроили свою систему, всегда держите в голове, что будет манипуляции, и всегда будет более лучшая цена, за которую, там, вы, в которую вы, за которую вы сможете купить тот или иной актив. Вот давайте вспомним случай с GameStop, я, прости, тебя перебью, да, как, мне кажется, очевидный пример подконтрольной аномалии. Угу. Когда, то есть, ребята с Reddit просто собрались и решили немножко поднасолить, в кавычках, толстосумом, но таким достаточно крупным и расчетливым игрокам. Угу, угу. Но тоже помню, что происходило. Да, то есть, там, по сути, ну, там что произошло, то есть, как раз большие деньги ставили на шорт, что, в принципе, достаточно логично, потому что, что GameStop, там, GME, да, что кинотеатры AMC, там, похожая ситуация тоже буквально в этот же промежуток времени произошла. То есть, они ставили на стоп, они, извиняюсь, они ставили на шорт, да, и, да, это с точки зрения фундаментальных моментов было логично, но там массовость, так сказать, вот этого Reddit, да, где там люди прямо вот активно как бы согласовали, да, по сути, покупку на лонг, да, то есть вытеснило, не то, что вытеснило, там сработали margin call, да, то есть это когда уже нужно было закрывать свои шорт-позиции, я как раз вот буквально на этих выходных вел вебинар именно по шортингу, да, по коротким продажам, и, собственно, что произошло, по сути, margin call сработали, и многие позиции закрылись, произошел short-squiz, так называемый, это когда происходит массовое закрытие коротких позиций, из-за этого цена взлетела очень сильно, вот, то есть неразумно, нерационально сильно. Мы, кстати, сами того не подозревая, рассмотрели один из вопросов, который появился в чате, нас просили привести пример концепта аномалии, так что вот так, у нас уже образовалась ментальная связь, о которой ты еще расскажешь, но в нашем случае со зрителями, с чатом. Да, я еще покажу на графике, когда сейчас откроем графики, так, мы сейчас перейдем к практическому заданию, откройте, вы можете открыть у себя TradingView сайт. Ссылку я скидывал уже в чат, на самом деле могу ее... Слушай, а там какой-то еще раздел, по-моему, TradingView, чарта и что-то еще? Ты можешь... Да, акция называется Live, я вот сейчас могу... Я могу уже в чат сюда скинуть, правильно, который... А ты... Не-не-не-не-не, а ты... Лучше мне просто скажи, и я перешлю, потому что я в комнате Бизона сижу. Мы не в Zoom, Петя, мы не в Zoom. Это мы с тобой в Zoom, а зрители в Бизоне. Понятник. Как бы парадоксально это не звучало. Так, сейчас, одну секундочку, тогда это сделаю. Так, сейчас я скину тогда... Вы все... Ну, в принципе, вы можете зайти на TradingView и... Вот, просто скажи вот эту вот ссылку, вот эту вот GQ7H. Я сейчас просто еще разок продублирую ее. Так, она у нас какая? GQ7HZZD... Да. По-русски пишу. Я тебе скинул, если чего в... Я тебе там скинул прямо ссылочку. И сейчас вот так. Все. Ссылка в чате. Можете переходить для того, чтобы выполнить... Запомни, кричи, всегда задание. То есть, задание для зрителей. А если я здесь напишу ссылку, ее никто не увидит, да? Я понимаю, к сожалению. Нет, увидят, увидят. Но проще зрителям скинуть ее в чат, что я только что и сделал. Давай переходим в задание. Отлично, да. Вот, теперь смотрите, мы сделаем сейчас, что я сделаю. Опять же, если у кого-то вдруг там не получилось по ссылке, просто заходите на TradingView и вбейте Акцию Live. L-I-F-E, да? То есть, ну, как вы там вбиваете биткоин и так далее. Вбейте Акцию Live, да? Сейчас я открою вам график. Так, вы все видят мой график, правильно? Да, да, нет, все видно, не переживай. Все, отлично, да. И сейчас я просто сам сначала нарисую пару линий, да? То есть, наша задача нарисовать уровни поддержки и сопротивления. Ну, это поддержка и сопротивление, это мы уже потом обсудим, да? Более подробно, что есть поддержка, а что есть сопротивление. Но для начала наша задача просто нарисовать уровни. И для того, чтобы рисовать уровни, которые мы можем использовать в данный момент, да, мы должны немножечко отойти назад. Вот у нас даже, ну, у меня сейчас 15-минутные, ой, 5-минутные свечки здесь открыты. Так, я могу открыть 15-минутные, чтобы было легче, да? И вот в конкретной данной ситуации акция, которая активно сейчас торгуется на рынке, я думаю, что она будет торговаться еще какое-то время активно. Также можно посмотреть, чем они конкретно занимаются именно в плане того, что они находятся в том сегменте, который сейчас достаточно волатильный и активный, как и на инвестиции, так и просто на трейдинг, да, для каких-то спекулятивных операций. Собственно, вот я ставлю первый уровень, который я вижу, да? Первый уровень, который я вижу, так, извиняюсь, сейчас я уберу эту линию. Вот, вы можете также открыть, и потом я вас попрошу поставить другие уровни. Вот, где у нас идет, по сути, да, где у нас идет вот такая вот ситуация, когда, так, сейчас, секундочку, когда у нас идет приход объема, то есть у нас есть спрос, да, и потом вот снижение цены после ее повышения называется коррекция, да, и снижение цены до определенного уровня, нам важно узнать, какой уровень, до какого уровня снизится цена, да, где она остановится, где перестанут продавать. То есть, по сути, вот, точка между 8, там, 0.8 и 7.20, это, по сути, у нас там, где лочили профиты, да, то есть там, где, скорее всего, ну, небольшие ребята, я думаю, большие ребята, лочили профиты чуть выше, а вот как раз-таки там частные инвесторы, я думаю, лочили профиты примерно на этом уровне. И, собственно, он у меня образовался здесь, да, но при этом, при этом, что, от чего формируется уровень? Там, где стоит какая-то лимитная заявка большого игрока, скорее всего. То есть, вот, значит, цена у нас выросла, потом частные инвесторы залочили профиты, да, или трейдеры залочили профиты, которые, для которых, которые работают по стратегиям, да, краткосрочным, да, вот как я, например. И потом важно узнать, где находится тот уровень, за который цена уже, скорее всего, не уйдет, но только там при каких-то больших там негативных новостях, да, цена может провалиться ниже, вот. И мы видим, что в течение тут нескольких, по сути, в течение двух-трех часов, да, здесь у нас сформировался уровень определенный. Также мы видим дальше вот этот уровень, который у нас тоже сформировался, да, то есть тоже цена поднялась, но не упала ниже. И у нас сформировался здесь определенный уровень. Я здесь показываю по 15 минуткам, то есть такой вроде немножко краткосрочный режим, но при этом смысл работает и на дневных свечках, и на недельных свечках и так далее. И вот мы теперь двигаем немножко график вперед и смотрим. У нас был как раз уровень в районе 7.20, 7.20-7.30, я бы сказал, потому что акция достаточно волатильная, то есть там еще присутствует спред, и за это у нас уровень будет не как одна цена, 7.25, например, а определенный диапазон цены. Мы смотрим, что буквально через несколько, через пару дней этот уровень опять дал о себе знать. И как раз таки вот если рассматривать точку входа, то есть тут прямо была идеальная точка входа. И она не просто возникла ни с чего, она возникла из этого уровня, который у нас сформировался за пару дней до этого. Опять же, здесь такой я краткосрочный пример привожу в маленьком таймфрейме, но опять же смысл, что это будет работать и на дневных, и на недельных свечах. Более того, на дневных, недельных и месячных это будет работать намного еще лучше, потому что когда цена консолидируется, вот этот промежуток здесь называется консолидация, то есть когда она движется в каком-то небольшом коридоре, или как трейдеры любят называть, боковике, да, то это говорит о том, что у нас есть какой-то лимитный игрок внизу большой, который держит и не дает своим бидом, то есть у него стоит какой-то бид на продажу, да, и никто, и не дает цене опуститься ниже, да. То есть представьте, когда там продают, не знаю, какую-то картину, например, дорогую, и там говорят, там, не знаю, 10 миллионов, да, кто-то говорит, следующий человек говорит, там, 10 миллионов, 500 тысяч, то есть все, у нас вот бид 10 миллионов, 500 тысяч. Ниже этой цены в данном контексте, да, в данной ситуации цена уже не должна пойти, да, только при определенных каких-то там сверхэкстремальных моментах, да. Если вдруг картина окажется не подлинником, и вдруг все, вот тут заходит человек и говорит, что это не подлинник оказывается, то, естественно, там, 10 миллионов, 500 уже не будет иметь никакого значения, да. Или ее украдут прям сходу. Да, или как помнишь, с Бэнкси там было интересно, то есть купили... Шреддер. Да, да, и зашреддили потом, это же, кстати, в Москве было. Ну, а где еще? Если я не ошибаюсь, да-да-да. Вот, также у нас вот другой уровень, который мы здесь нарисовали. И тоже в моменте торгов, во-первых, здесь у нас сыграл этот уровень. Да, он сыграл не сразу, он не сразу как бы проявился здесь, потому что слишком короткий промежуток времени прошел между формированием этого уровня, да. Но здесь он, по сути, сработал 9,66, 9,80. Ну, можно сказать, что он сработал как сопротивление, а здесь он вообще сработал как... И от этого уровня у нас цена вот буквально сегодня на хорошем объеме также оттолкнулась вверх. Итак, давайте теперь вы... Также вот у вас... Почему я люблю TradingView? Потому что здесь очень все удобно. Вы также можете взять и нарисовать еще уровни, которые вы здесь видите. Например, уровень, который вот вы еще видите вот в этом дне, да, который у нас 13 сентября был. Нарисуйте уровень сопротивления. То есть там, где цена пыталась пробиться через определенный промежуток цены, но у нее не получилось. Сразу, по крайней мере, но получилось потом. То есть можете написать в чате, например, именно цену, которую вы видите. То есть тот уровень, который вы бы еще поставили. Да, то есть это когда мы соединяем две точки, можно, естественно, здесь это будет там больше точек, потому что у меня 15-минутные свечки здесь открыты, да. А если это будет там, например, на дневном чарте, то это будут там, естественно, дни, да. И чем больше точек у нас линия может соединить, да, чем больше вот здесь, тем более значимым и значимым является этот уровень. То есть нашим зрителям надо нарисовать цену, да? Да, по сути, просто поставить линию, да, вот я могу взять, например, вот эту линию, если не ошибаюсь, и сдвинуть. Вот куда бы вы ее поставили, где вы еще видите формирование данных уровней, которые вы можете использовать для того, чтобы найти хорошую точку входа. Если вы, например, потому что инвестирование – это не только покупка, просто потому что компания имеет хорошую фундаменталку, да. Еще нам, тем более, опять же, говорю, если уж вы говорите про инвестирование там, прямо инвестирование-инвестирование, то это от трех лет. Если мы говорим о спекулятивных каких-то операциях, да, назовем это трейдинг, либо такие краткосрочные инвестиции, да, то это будет все, что меньше, это будет как раз-таки включать в себя, как раз-таки работу с уровнями. И вот, собственно, да, нужно нарисовать, нарисуйте еще уровень, который вы видите, который присутствует здесь, на этом графике. Пока у нас в чате, так, сейчас можно выставить уровень. Можете написать цену, можете написать цену, да. Просто напишите цену на том участке, вернее, на той линии, где вы считаете, стоит поставить уровень. Да. Так, я пока могу, кстати, открыть еще другую акцию, чтобы мы, я вам показал еще пример уровня. Так, ну что, там есть какие-то ответы пока или еще нету? Пока одна из зрительниц пишет, это активный участник, Анна, уже отвечал на наши вопросы, уже была в дискуссии, так, посмотрим, что скажет, ты сейчас проверишь. Подключаются к ней другие коллеги. Иван говорит 8 и 11. Иван, спасибо большое, мы тогда ждем, что нам скажет Анна. Так, 8 и 11, да, вот, если он имеет в виду вот эту точку, то это тоже правильно, то есть это тоже будет один из уровней, который тоже надо иметь в виду, то есть его нужно нарисовать, он должен быть на графике. И, в принципе, в принципе, он здесь вот, даже вот в этой точке, он срабатывает. То есть мы видим, да, вот, что означает этот хвостик здесь. Это значит, что вот это, по сути, и была, кстати, возвращаясь к манипуляциям, вот это и была своеобразная манипуляция, да. То есть вот у нас есть уровень, который, например, нарисовал там трейдер, да, вот, но он сказал 8 и 11, да, то есть я подразумеваю вот эту свечку, которую он имел в виду здесь, скорее всего. Вот, то есть, и, по сути, он тоже здесь сработал, этот уровень, да, но вот если бы здесь стояли стопы, стоп-лоссы, да, которые мы, кстати, тоже в следующем задании попрактикуем, как правильно ставить стоп-лосс, да, чтобы не продать свою позицию сразу, потому что есть у нас стоп, лимит-стоп, а есть стоп-лимит, а есть просто лимитный ордер. Поэтому этот уровень тоже определенно сработал, да, но больше сработал консервативный уровень. И это, кстати, вот, запомните этот момент, который я сейчас сказал, что я имею в виду консервативный, то есть, ну, наиболее такой безопасный, да, вроде торгуется, торгуется акция, да, человек хочет там купить, да, но ему нужно найти правильную точку входа для покупки. И вот как раз-таки мой вот такой совет, просто основанный, опять же, на собственном опыте, на опыте других людей, которые в этой сфере с фондовым рынком связаны, всегда отталкивайтесь от консервативного сценария. Вот, чем консервативнее будет ваш вход, да, даже если вы пропустите 5-6 потенциальных там, да, позиций, которые вы могли бы взять, но седьмая, она купится вам намного лучше, чем все остальные шесть, и еще самое главное, что мы обсудим в следующем блоке концептов, это будет взято с минимальным риском, да, то есть, когда вы войдете в позицию, вы там почти буквально сразу окажетесь в позитивной зоне, да, уже с каким-то профитом. А с профитом работать всегда легче, чем работать с лоссом. У нас появились и другие ответы, но, собственно, 8.11, до этого говорил Иван, она сказала 7.5 примерно по правой оси, Дмитрий говорит 8, ну, в общем, это все правильные ответы, на самом деле. Да, 8 тоже считается, кстати, вот про когнитивные искажения, которые тоже работают на рынке, значит, когнитивные искажения вот по поводу абсолютных чисел, да, целых чисел, то есть, когда у нас априори мы будем считать любое целое число, там, например, 8 долларов, 7 долларов, там, 9 долларов, да, 10 долларов, мы априори будем считать как сопротивление, если цена ниже, или как поддержку, если цена находится выше этого уровня, да, то есть, опять же, это не всегда будет работать, но если у нас, например, есть линия, которую мы начертили, и еще вдобавок она там сходится с целым каким-то числом, то это дополнительный плюсик, да, дополнительная вероятность того, что это у нас уровень хороший, надежный, он сработает, и от этого уровня там цена оттолкнется и продолжит свой рост, да, или, например, не пробьет этот уровень и не будет падать ниже этого уровня. Петр, я думаю, мы можем переходить к следующему блоку, а то у нас не останется времени на третью тему. — Совершенно верно, да, так, по поводу вопросов, по поводу уровней. — Вопросов, на самом деле, мы сейчас тогда их соберем по мере прохождения второй темы, давай сделаем резюме и будем двигаться дальше, то есть сейчас мы разобрали основные механизмы, реально базу работы фондового рынка, ну и пока можете готовить вопросы, мы переходим ко второй теме. — Да, и возвращаясь просто до такой маленький момент, добавлю, что возвращаясь к закону спроса и предложения, как раз-таки эти уровни, да, и показывают спрос и предложение, да, к дополнению к объему. То есть если у нас хороший есть уровень внизу, который, да, где, значит, стоит лимитная заявка большого игрока, да, позицию, значит, у нас, по сути, это определяет, да, его спрос на вот этот, на тот или иной актив, да, то есть от этого так у нас будет формироваться именно цена. Итак, да, перейдем дальше, иначе у нас время идет. Собственно, основные концепты, да, Роман, ты что-то хотел сказать или нет? — Нет, у нас была небольшая такая заминка, все нормально. — Все нормально, да, продолжаем. Основные концепты именно безопасной торговли. И вот я сразу пишу, да, сразу концепт риск-менеджмента. Сразу всем сейчас немножечко это разберем. Сразу скажу, что в профессиональной среде, да, никогда не считаются именно там чистые профиты, да, то есть вот там, не знаю, там образно, там Петя сегодня заработал 100 тысяч долларов, да, там, предположим. То есть никогда так никто не говорит, потому что всегда оцениваются профиты на единицу риска. То есть сколько ты заработал, да, рискнув, да, определенной единицей риска. То есть там либо ты рискнул там 100 долларов, да, и заработал 200, либо это будет, значит, три-вордера еще один к двум получается, да, и так далее. То есть нужно понимать, что всегда отталкивайтесь от риска. И поэтому приходим к дальнейшему концепту, да, максимального лоса. То есть всегда должен быть для любой сделки, для любой, там, не знаю, для любого портфеля всегда должен быть установлен максимальный процент, который вы можете потерять, да. То есть когда мне, опять же, люди там в прошлом году звонили, говорили, что мне делать, у меня там минус 35 процентов, портфель просел. Ну, это, опять же, это очень, это игра в рулетку, да. Самое последнее, что вы хотите делать, находясь на фондовом рынке, это играть в рулетку. И главное, игра в рулетку, да, вы можете выиграть, но это будет непоследовательно, да. То есть вы можете реально вот выиграть два-три раза, а на третий раз все, что вы выиграли, именно, а не заработали, да, потому что если вы заработали два-три раза, то на третий раз, даже если у вас будет негативная сделка, да, вы уйдете в лосс, то вы все равно будете руководствоваться концептом риск-менеджмента и не позволять там своему портфелю и своей позиции уйти больше, чем это возможно. Дальше, концепт нелинейности. Мы должны понимать, что рынок изменяется, и поэтому какие-то промежутки времени, да, там, профиты могут быть выше, какие-то они могут быть ниже. Это совершенно нормально. Когда-то рынок сложнее, когда-то рынок проще, когда-то рынок дает вам возможности для вашей стратегии системы, когда-то он не дает вам возможности для вашей стратегии системы, вы должны там использовать план B, там, не знаю, там, другую стратегию, а если вы в ней не очень, так сказать, профессионал, да, или там вы ее не часто используете, то там лучше даже воздержаться от торговли и дать какое-то время рынку вернуться там на определенную волну, да, И также идет концепт нелинейности в профитах, скорее всего, 80% ваших профитов будет приносить вам 20% ваших всех сделок. Остальные 80% сделок, по сути, либо они будут приносить меньше профита, либо вы будете по ним уходить. И это совершенно нормально. То есть не нужно от каждой сделки ожидать каких-то больших результатов. Дальше, концепт тайминга. Очень тоже важный момент, потому что мы видим, что цены достаточно волатильные. То есть цена изменяется на рынке достаточно быстро и достаточно волатильна. Поэтому здесь не будет зависеть, например, если вы хотите инвестировать, предположим, в эту компанию. Очень важно, где вы купите ее. Опять же, то, что мы обсуждали с вами, уровни. Купите ли вы хотя бы в промежутке от 7 до 8, предположим. Либо вы купите в промежутке от 9 до 10. Потому что очень важен именно тайминг здесь. Очень важно, что я здесь имею в виду по таймингам. Это тут на самом деле можно много чего вписать в фондовый рынок по таймингу конкретно. Но конкретно я здесь имею в виду именно точку входа. Потому что выбор правильной точки входа, неважно, для быстрой сделки, либо для долгосрочной даже инвестиции, это будет одним из ключевых моментов именно в концепте риск-менеджмента и в концепте ваших конечных профитов. И последний концепт адаптивности. То, что мы должны адаптироваться под рынок. Если, например, рынок показывает сильный рост, например, если тот сегмент акций, который вы хотите торговать, показывает сильный рост на протяжении какого-то года, то если я беру сделку, например, на несколько дней, я не буду шортить ее, скорее всего. То есть мне нужно адаптироваться под реалии рынка и понять, что вот этот сегмент, который, ту акцию из того сегмента, из того сектора, который я хочу поторговать, в каком моменте находится сейчас рынок. Перекуплен он, либо сильно перепродан. Если перепродан, я, скорее всего, возьму лонг-позицию. Если он сильно, например, перекуплен, я рассмотрю шорт-позицию, как раз-таки короткую позицию. То есть вот этот момент очень важен. Итак, чтобы сейчас не тратить время. Надо взбодрить аудиторию, потому что дал очень много полезной инфы, нам надо их погрузить в практику. — Ну да, это правда. Сейчас у нас будет практическое упражнение, но я понимаю, что я могу как бы еще пять часов здесь говорить, на самом деле, обо всем, что часто меня ругаются. — Ну это на курсе, это все на курсе, на самом деле. — Да, так даже на курсе меня спрашивают, сколько вебинар будет. Я такой, ну час пятнадцать, потом смотрю, час сорок. И то я не успел все рассказать. — Ну ты и не льешь воду, ты рассказываешь по делу, но все равно, да, это, знаешь, как надо, это же тоже своеобразное упражнение, надо давать мыслительному органу как все порционно и давать отдыхать тоже. — Это совершенно... — А то голова взорвется. — Вот этого мы хотим как раз избежать. — Итак, концепт риск-менеджмента, да, основная цель инвестора или трейдера, опять же, да, вот этот шаг, с которым любой человек должен приходить на фондовый рынок, это работа с риском, это сохранение своего капитала и работа с риском, да, то есть рациональная работа с риском, а не заработок денег. Как бы это ни звучало контринтуитивно, но те, кто приходят на рынок для того, чтобы, так сказать, да, поднять бабла, они, скорее всего, его никогда не увидят, а более того, они еще его и потеряют, потому что, да, рынок — это именно та сфера, где за вашу работу вы еще можете заплатить. — Вот, поэтому, опять же, как я уже сказал, важен не сам профит, а профит на единицу риска, то есть мы всегда отталкиваемся от риска, да, какой риск мы берем на ту или иную сделку, да, и от этого мы находим уже свои точки входа и от этого уже, так сказать, берем позицию. И вот, собственно, вам пример. Опять же, это очень поверхностно, да, потому что даже поверхностно у нас выходит не поверхностно, но, опять, ну, если я сейчас как бы буду совсем углубляться в тему, то вы все отключитесь. — Давай в стиле вот того закона «игра там», ну, правильная, где тусовка, вернее, торговля там, где тусовка, вот в таком стиле. — Да, торгуйте то, да, где тусовка, да, я прямо запомню это на всю жизнь просто. — А если спросить его, что он имел в виду, ну, наверное, он это имел в виду, там, где все тусуются, да, где-то. — Прямо как в американском фильме вот эта тусовка, да. Вот, собственно, в двух словах про риск-менеджмент, да, образно, у нас есть reward, есть риск, да, то есть reward — это, по сути, наш профит, то, что мы зарабатываем, да, риск, который мы берем. То есть если мы хотим заработать, например, 100 долларов, да, и при этом готовы потерять 100 долларов для того, чтобы заработать 100 долларов, да, то нам нужно, чтобы 50% наших сделок были в плюсе, да. То есть тут, потому что, опять же, мы работаем на рынке всегда с вероятностью, и какой бы ни был профессиональный, там, трейдер-инвестор, как бы он все правильно ни сделал, все равно есть вероятность того, что сделка пойдет против вас, это совершенно нормально. И вот здесь вот главное — правильно работать с риском, да, правильно работать и понимание риска в макроперспективе. Если у нас, например, риск, мы рискуем 100 долларов, да, для того, чтобы заработать 200 долларов, да, то у нас, значит, мы в ноль выходим при 33% сделка в плюс, да, то есть 33, по сути, 33%. 60% должно у нас выходить, здесь сделок должно быть в плюсе, да, и тогда мы, собственно, будем, извиняюсь, в минусе, в минусе здесь, да, имеется в виду здесь в минусе, то есть у нас 60% должно быть в плюсе. То же самое, да, например, если мы рискуем, чтобы заработать 100 долларов, мы рискуем 200 долларами, да, мы должны, 67% сделок наших должны быть в плюсе, да, то есть в принципе достаточно, неплохой, именно с точки зрения математики здесь получается неплохая ситуация, да, для того, чтобы там заработать 100 долларов, мы рискуем, например, и рискуем 300 долларами, нам нужно, чтобы у нас наших сделок в плюсе, да, было 75%, вот, поэтому всегда отталкиваясь от того, по сути, да, сколько вы готовы, да, там, потерять для того, чтобы заработать определенную сумму, и риск-реворд-рейсию всегда, по сути, здесь должен быть, ну, вот я как минимум работаю, там, один к трем, да, то есть для того, чтобы, то есть если я рискую 100 долларами, да, то я должен заработать, по сути, 300 долларов, да, то есть если я рискую, там, опять же, 100 долларами, ну, конечно, там, к пяти, да, это, чтобы, там, заработать один к пяти, это сложнее уже, но при этом с каждым, да, увеличением улучшается количество именно сделок, которые я должен делать в плюсе, да, то есть, я извиняюсь, уменьшается то количество сделок, которые я могу делать в плюсе, но, в принципе, если вы правильно работаете со стоп-лоссами, как раз сейчас у нас следующее упражнение поставить лимитный стоп-лосс, да, я пишу, для минимизации риска, если вы правильно выбираете точки входа, то даже рейш, риск, реворд, реворд рейш, извиняюсь, один к двум, да, будет нам достаточно, нам будет этого достаточно для того, чтобы постоянно и последовательно находиться в плюсе при ваших инвестиционных сделках. И сейчас будет задание, я правильно понимаю? Последний момент, да, который в этом блоке, про концепт максимального лосса, вы понимаете, да, что, ну, просто такая табличка здесь очень хорошая, да, что если вы теряете 1% вашего капитала, то вам для того, чтобы вернуться на ту же сумму, ну, нужно примерно 1% восстановить, да, там, сделать сделку на 1%, а если вы теряете 5%, то для того, чтобы вернуться, вернуть ту сумму, да, вам примерно также нужно, там, 5%, чуть-чуть побольше, да, вот, потому что капитал у вас уже снизится на 5%, и вот где-то с 10%, да, у нас начинается, как бы, точка невозврата. Когда, например, вы теряете 20%, вам уже нужно заработать 25%, да, чтобы вернуться в статус-кво. Если вы теряете 30%, когда вот мне звонил человек и говорил, что у него портфель на 30% да, просел, то я подумал, ага, тебе нужно 43% будет заработать от той суммы, от того капитала, который у тебя сейчас есть, да, чтобы вернуться в статус-кво хотя бы, да, и так далее. Мы видим, что при каждой 10% на левой стороне увеличивают то, сколько вам нужно будет заработать, чтобы вернуться в статус-кво, да, именно если здесь у нас линейный рост идет, то здесь у нас уже, по сути, по экспоненте начинает расти. Вот, это, собственно, я к чему говорю, потому что, чтобы математически вам показать, просто, да, на самом простом примере, что выходить там за примерно 10% лоса, это уже крайне опасно, да, потому что уже шансы восстановить ваш портфолио, там, или восстановиться после какой-то убыточной сделки, да, уже будут постоянно, постоянно шансы будут меньше, вот, и вам нужно будет для этого сделать, собственно, больше действий. Вот, поэтому, собственно, когда меня спрашивают, там, какой у тебя максимальный daily loss, например, если я торгую, да, то я понимаю, то у меня он стоит где-то там в районе 5-7%. Если я, не дай бог, там, ухожу за 7%, то я заканчиваю работу, да, то есть 5-7%, я еще продолжаю работать и понимаю, что я, там, могу выйти в ноль или могу даже заработать сегодня, да, там, в образно мои 20-30% дней, когда у меня красные дни, да, так как я работаю каждый день, каждый день торгую, вот, опять же, здесь неважно, в принципе, это будет, там, для конкретной сделки, или, там, для нескольких сделок, которые вы берете, да, более-менее в среднесрочной перспективе, либо вы, там, торгуете каждый день, конечно, вот, когда вы торгуете каждый день, вы должны об этом помнить, но что плюс для тех, кто торгует каждый день, они об этом помнят постоянно, и когда они делают более какие-то такие среднесрочные инвестирования, да, берут среднесрочные сделки, они вот об этом помнят намного лучше, чем те, кто, скажем так, просто купил и такой, ладно, я подожду, пока она вырастет, да, а где купил, был ли там уровень поддержки, вообще, что за ситуация и так далее, или, там, часто слышат, что, вот, я фундаментально оценил компанию и так далее, да, но при этом, там, не проверяют дальнейшую динамику роста прибыли, или, там, выручки, да, не проверяют изменения финансовых, financial statements и так далее, да, то есть, вот эти все моменты люди забывают, вот, поэтому это не инвестирование, а просто игра в рулетку, и моя задача здесь вас предупредить о том, что, если вы все-таки придете на фондовый рынок, обязательно не играйте в рулетку. Итак, теперь поставим лимитный стоп-лосс, как один из инструментов для минимизации риска. Так, все с нами, да, все здесь? Да, все дежурят около экрана, правда, ряды немножечко поредели, но все равно у нас есть активная аудитория, которая, я думаю, жаждет твоих заданий, рассказывай, что делать. Да, например, вот, собственно, что мы делаем здесь, есть такой, как раз, TradingView, да, есть хороший именно, как симулятор, да, где вы можете практиковаться. Я бы мог показать, например, в своем брокере, но в каждом брокере это по-разному, плюс здесь это бесплатно, да, то есть не у каждого брокера, во-первых, есть симулятор, а в TradingView, вот, по сути, бесплатный симулятор, особенно для, не для трейдеров, да, как там, например, для меня, а больше как раз для людей, которые хотят инвестировать в среднесрочной перспективе. Итак, вот, например, мы сейчас возьмем и купим там позицию по маркету, да, я вот здесь выбираю маркет, так, то есть, в принципе, у вас все то же самое здесь должно быть, а если для того, чтобы, значит, открыть вот это окошечко, Paper Trading, да, здесь у меня просто по-английски, вы, ну, можете нажать правой кнопкой и пойти в, значит, скорее всего, здесь будет торговля, по-русски написано, и создать новый ордер, да, или создать новую заявку, покупку. Вот здесь окошечко, это все откроется, давайте сейчас я просто куплю по маркету, предположим, да, значит, там 100 акций данной компании, по маркету 100, просто покупаем по той цене, которая есть, и вот он нам говорит, что мы, собственно, купили сейчас 100 акций, да, естественно, это Paper Trading, то есть это симулятор, вот, и какая моя задача, да, я вот вам сейчас тут 20 минут последний рассказывал про риск, какая моя задача? Моя задача поставить стоп-ордер, лимитный стоп-ордер, да, на то, чтобы, если вдруг позиция пойдет против меня очень сильно, да, я выйду. Собственно, я иду в окошечко стоп, ставлю здесь стоп-лосс, сразу скажу, да, то есть есть обычный лимитный ордер на продажу и на покупку, есть именно стоп-лимитный ордер, то есть если мы хотим обезопасить себя снизу, да, то есть чтобы у нас, например, после какого-то уровня цена не стала слишком быстро падать, да, например, и мы не потеряли деньги, мы выстраиваем цену, да, то есть именно стоп-лимитный ордер. Итак, например, ставим 9.60, то есть, предположим, мы готовы потерять 20 центов на этой акции, да, то есть 20 центов от цены, от цены, за которую мы купили. Мы купили по 9.80, значит, поэтому мы ставим здесь 9.60, так, в лимитном окошечке ставим 9.60, в окошечке стопа мы ставим стоп, это именно та цена, где ордер начнет исполняться, да, то есть цена стопа всегда будет чуть-чуть повыше, поэтому мы берем, выставляем, например, здесь 9.65, да, так, и кнопочку sell, естественно, нажимаем, то есть что мы сделали, мы лимит поставили, давайте даже 9.55 возьмем, сейчас я объясню разницу, и стоп у нас будет 9.60, там мы ставили 65, но я 60 поставлю, стоп-лосс, да, даже 9.65 у нас здесь будет все продать, и у нас выстраивается ордер, вот мы видим, да, именно не обычный лимитный ордер, потому что лимитный ордер бы нам сейчас закрыл позицию, а именно стоп-лосс ордер, да, то есть у нас есть, значит, стоп, который ограничивается 9.65, то есть если цена достигнет уровня 9.65, у нас начнет исполняться наш ордер, но для того, чтобы нам себя подстраховать, и чтобы, если, например, там цена упадет 9.64, вдруг резко такое может быть, так называемый slippage, да, который происходит на рынке, то, собственно, да, нам нужно себя подстраховать и оставить небольшое, так сказать, окошечко, да, для того, чтобы ордер полностью зафилился, поэтому я поставил, значит, 9.60, и 9.65, и 9.60, да, то есть у нас есть те 5 центов, которые, если вдруг на 9.65 у меня не зафилился все мои 100 акций, не продадутся, да, то есть сейчас цена у нас там сколько, 9.80, если не ошибаюсь до сих пор, да, 9.75, то тогда она там продастся за 9.64 или за 9.63, да, но точно закроется мой ордер, если это, мы это сделали, и на тот случай, если цена будет слишком резко падать, и для того, чтобы обезопасить себя от того, что если у вас, например, позиция на 1000 акций, и за 9.65 у вас готовы купить только 500 акций, то остальные 500 акций продадутся там за 9.64, 9.63, да, то есть вот в этом промежутке окошечка, который я поставил, вот, но цена стоп у нас всегда будет та цена, где вы, по сути, та идеальная цена, за которую вы захотите продать, а лимит прайс, лимитная цена будет чуть-чуть ниже, то же самое с покупкой, и то же самое для шортинга, если вы ставите ордер на покупку, только это будет сверху, получается. Ну, то есть, если мы резюмируем стоп-лосс, стоп-лосс – это та цена, дойдя до которой, это подстраховка, дойдя до которой, до которой, если дойдет рынок, вот, заговариваться уже стал, произойдет автоматическая продажа, и стоп-лосс не даст котировки упасть совсем вниз. Вот так мы сегодня это можем подытожить. Но я думаю, что мы сами не проверим задания у наших зрителей, они просто могут потренироваться, поставить, вот в paper trading они могут поставить в симуляторе свои стоп-лоссы, или, слушай, а как называется на прибыль? Аналогично, вернее, зеркальная тема. А, зеркальная тема, ну, то есть, получается, если вы шортите, например, да, то есть, и вам, то вы ставите ордер, по сути, на покупку. А, если на прибыль, то имеется в виду, вот, есть такая функция, как trade-project. Да, 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 то есть, ну, тут много различных опций, и еще очень важный момент, когда, опять же, здесь я сейчас, ну, не смогу просто чисто из-за того, что у нас не хватит времени, его уже не хватает, я понимаю, очень важный момент всегда проверять, на какой промежуток времени вы ставите. То есть, будет вариант, там, например, до конца дня, да, также будет там вариант до конца недели, но здесь до конца недели, обычно в брокерах стоит либо до конца дня, либо good GTC. Здесь GT, здесь какой-то другой вариант, потому что, опять же, это, ну, все-таки не совсем профессиональная платформа, вот, но обычно, если вы все-таки ставите, если вы инвестируете, если вы в средний срок хотя бы берете, да, то есть, если у вас там, вы не хотите, чтобы у вас там ордер канцельнулся, да, то есть, отменился в конце дня, то вы ставите good till cancelled, то есть, GTC, то есть, всегда вы, это очень важный момент, а то иногда поставят до конца дня, в конце дня ордер отменится, и, по сути, человек оказывается в такой небезопасной ситуации. Я пометил это в чате, вот, и предлагаю тебе переходить к вкусной части сегодняшнего вебинара. Идем дальше, да? Да, мы раздадим плюшки, вот, ну, вопросы мы уже обработали, давай раздадим плюшки и поговорим про курс. Собственно, можешь активировать наш слайд, то есть, в курс школы инвестиций, о нем, на самом деле, много, просто Петр Котов является ведущим экспертом, помимо него в записи принимали участие и другие, на самом деле, эксперты из SF Education, которых вы знаете, по-моему, Владимир Никулин, по-моему, я не помню, Артур Александрович написал, не помню, какие-то материалы, но Ливон Харатян там тоже участвовал, насколько мне память не подводит. То есть, курс оставлен классными практикующими специалистами и стаж у них действительно 8 и более лет, это в среднем. Собственно, вы можете пока прочитать всю вот эту вот информацию, я знаю, что люди любят, когда ты зачитываешь все со слайда, а я пока раздам плюшки. Плюшки эти сейчас появятся в чате. Так, ну, во-первых, по баннеру вы можете просто перейти и посмотреть, что за курс, но не спешите. Вот сейчас баннер появился под трансляцией, а плюшки прибудут вслед за ним. Вот я их вывожу. У вас должны активироваться кнопки. Естественно, гайд о фиксировании убытков и гайд фондовый рынок, это мы раздаем за регистрацию, до регистрации и после будем всем отправлять. Но обратите, пожалуйста, внимание на две кнопки. Это School и All10. All10 – это универсальный промо-код, который дает вам 10% скидки на все курсы и профессии и self-education. Все, что вы найдете, к этому можно применить 10% скидки. А School – это специальный промо-код, который даст 40%, 40% уже, именно на курс школы инвестиций, о плюшках которого мы расскажем чуть дальше. Петр, будь другом, следующий слайд. Угу. Да, и поправляй меня, если что-то не так говорю. То есть вот этими всеми кунт-штуками вы сможете овладеть, как видимом, когда закончите курс. То есть это инструменты торговли, вы сможете анализировать финанс-четность. Вы, как уже сегодня мы говорили, сможете управляться с рисками фондового рынка, минимизировать их. Вот, работать в терминале, но не в paper trading, а уже по-настоящему. И тоже любимая тема Петра Котова – понимать психологические лобушки, поскольку, Петя, поправь меня, трейдинг – это ментальная, прежде всего, работа. Ну, там и много других преимуществ. Да, совершенно верно. По сути, в каком-то плане, как интеллектуальный спорт такой получается. Потому что мы должны обходить наши когнитивные искажения. Так, и это твой слайд, если не ошибаюсь. Да, это наш общий слайд. Наш общий. Да, да, да. Поскольку ты, на самом деле, как трейдинг являешься живым примером, кем можно работать после курса. И можно пару слов о том, что вы можете потом устроиться в инвест-компании, в департамент управления инвестициями, в брокерские фирмы. Вы можете гордо на себя вешать статус эксперта по привлечению вложений и много-много другое, где есть фондовый рынок и инвестиции. То есть, курс делает из вас не просто трейдеров, а научит многим другим фишкам других профессий. То есть, не пропадете. Ну и давай... Да, вот... Что-то у нас, по-моему, там про оплату были какие-то тоже моменты. Добавлю просто по поводу привлечения вложений. То есть, знаю даже лично одного человека, который как раз-таки мои материалы просматривал и проходил вот изначальный мой курс, который был на SF тоже, да. То есть, чисто когда там было по трейдингу. Ну, когда он был такой немножко упрощенный, да. Не в формате еще школы инвестиций. И потом он стал работать, собственно, на одну компанию, которая именно привлекала инвестиции. То есть, ну, в чем была его именно, как бы... Сейчас вот в двух словах просто скажу. В чем была именно... Не то, что фишка, а в чем ему помогли знания. То есть, он даже активно не, как бы, занимался рынком, но когда он привлекал инвестиции, когда он разговаривал с клиентами, общался, да, находил, он понимал вообще, о чем он говорит. Это очень важно, да. То есть, опять же, он не был активным участником рынка, но он понимал, он был на одном языке с трейдерами, да, и при этом он был на одном языке с клиентами, которые хотели инвестировать, собственно, в эту компанию. Вот, поэтому это тоже важный момент, именно вообще понимать, о чем вы говорите. А то частенько люди привлекают инвестиции, даже не могут... Ну, вот именно, да, там, например, какую-то инвестиционную компанию, и даже не могут объяснить, что вообще они имеют в виду. Что происходит, да. И давай следующий, да. И вот к вопросу о том, что, возможно, даже со скидкой вы скажете, что дорого. Поэтому у нас достаточно гибкие условия для всех, пожалуй, курсов, всех программ. Это вы можете проучиться 6 месяцев, а заплатить потом. То есть, вы заходите, смотрите, что за курс, нравится, вдруг не нравится, и принимаете уже потом решение. Кэшбэк достаточно солидный. Если у вас уже есть курс, вы можете их поменять, и будете хорошо учиться, вам вернут какой-то процент от стоимости курса. Там, по-моему, 15 или до 15. Вот. Ну, и самый веселый момент, что если ваш работодатель заинтересован в повышении квалификации своего сотрудника, вы можете договориться с F-Education и будете учиться бесплатно за счет работодателя, чтобы тот получил более классные кадры. Я думаю, что мы сделали все необходимые анонсы, вы можете... Ах, да, отзывы. Вы можете разбирать вот все, что находится под трансляцией, использовать промо-коды. Ну, и, естественно, отзывы. То есть, отзывы от живых людей, которые прошли школу инвестиций или в процессе прохождения. Мы из них кое-какие отобрали, и вы можете их почитать. Ну, или вы почитаете во время презентации, которую мы вам вышли. А сейчас, пока вы еще в бодром... Так, Иван, ответим на этот вопрос после. Вы еще пока в бодром настрой духа. Мы переходим к третьему блоку. Да, и последний третий блок. Друзья, не буду вас долго задерживать, потому что я понимаю много информации и, безусловно... Просто боимся перегрузить. Мы не столько прямо ужимаем сроки, но мы хотим сделать более такой прям скомпонованный материал. Не перегруженный. Да, собственно, про когнитивные искажения. Это вот как раз-таки у меня целый блок в школе инвестиций, где я как раз несколько уроков объясняю очень подробно, как избежать когнитивных искажений, какие вообще они есть. Потому что, опять же, для частного, особенно для частного инвестора, у которого вроде больше потенциала, больше гибкости, как мы обсудили в самом начале. Но при этом он должен понимать, что он, как любой человек, подвержен когнитивным искажениям, которые, собственно, самые основные – это синдром пущенной выгоды. То есть, как он проявляется, да, люди слышат про какую-то акцию, там, слышат, слышат, потом берут, покупают на хаях, как говорится, да, покупают за... Не ищут точки входа, вот как мы с вами сегодня искали, не ищут уровни, да, не определяют уровни эффективные, где было бы безопасно входить, да, и, собственно, просто покупают, вот, когда им образ... Когда предоставилась возможность, да, и из-за этого очень часто, да, там, они могут реально уйти в минус. То, что я говорил про риск-менеджмент, да, что нельзя уходить в большой минус, потому что вы уйдете в минус, там, на 20%, на 30%, потом вы закроете свою позицию рано или поздно. И самое обидное, что если эта акция восстановится или этот актив восстановится в цене, и вы там будете себе объяснять, что, да, вот я же думал, что это все... Но это все будет чистое объяснение для самого себя, да, то есть изначально просто ваша точка входа была крайне неправильна. Изначально вы подверглись когнитивному искажению синдрому пущенной выгоды. Вот, поэтому для того, чтобы обойти синдром пущенной выгоды, нужно понимать с самого начала, так это уже про эффект диспозиции, что на рынке никогда нет упущенных каких-то возможностей. Вот, то есть возможности, они есть каждый абсолютно день, они там есть каждую неделю, какая волатильность, да, то есть там акции с 5 долларов до 12 вырастают и так далее. То, что вы не купили биткоин когда-то там, вы тоже не упустили эту возможность, вы просто не знали про биткоин. То есть вы не купили его там за 1000 долларов или даже за 5 или даже за 300, неважно. Вы просто не знали об этом, да, то есть поэтому вы не упустили эту возможность, не нужно здесь совершенно строить ту логическую цепочку, которая не имеет логики. Вот, и синдром пущенной выгоды это как раз вот самое такое, пожалуй, сильное когнитивное искажение, которое влияет на участников рынка, потому что, опять же, они бегут, пытаются как можно быстрее там или не как можно быстрее купить что-то, да, при этом, как я уже говорил, не находят эффективных способов, эффективных точек хода, не думают вообще о риске, хотя мы, как с вами обсудили, да, самое, на чем строится вообще, да, вся работа с рынком, это именно риск менеджмент, да, то есть работа с риском, и тот профит, который вы заработаете, обязательно нужно считать именно на единицу риска, и вообще сколько риска вы взяли изначально, да, для того, чтобы заработать этот профит, а не сколько вы заработали в абсолютном значении. Вот, и второй момент, ну и опять же, да, вот, как обойти синдром пущенной выгоды, просто, опять же, признать тот факт, что вы никогда ничего не упускаете, если вы где-то не оказались, да, в какой-то сделке, не купили какой-то актив, значит, вы просто к этому были не готовы, вы про это не знали, вы где-то про это не прочитали, у вас не было знаний, вы не прошли школу инвестиций, да, неважно. Не нужно прыгать с моста. Да, да, то есть здесь совершенно как бы этот момент, он нелогичен, да, то есть нет никакой упущенной выгоды, есть вы и та реальность, на что вы способны, да, то есть, опять же, я не купил биткоин, потому что я не интересовался никакими, интересовался блокчейном, если бы я интересовался блокчейном, возможно, я купил биткоин за 300 баксов, вот и все, если бы вы интересовались блокчейном в 2012 или в каком-то там, и интересовались новыми технологиями и так далее, возможно, вы бы купили его за 300-500 долларов. А возможно, и не купили, даже если бы интересовались. То есть, представляете, сколько здесь разных уровней готовности, по которым вы должны были быть готовы это сделать. А то, что вы не сделали, это просто совершенно нормально и совершенно логично. Поэтому упущенной выгоды не существует, ее нет. Это иллюзия, которую мы себе придумываем постфактум, когда видим, что что-то там где-то выросло, что-то где-то мы бы могли сделать, но не сделали. Это все иллюзия. Это с точки зрения нейрофизиологии. Это не просто так я сейчас придумал на эту тему. Кстати, вот даже где-то 2-3 книги прочитал. И поэтому у меня эта мысль очень четко как бы осталась в голове. Так что увеличивайте вес этой мысли, что если вы что-то не сделали, то вы просто не были к этому готовы и так далее. Меня заинтриговал график, который, да, появился. Да, да, про эффект диспозиции очень вкратце сейчас опять же расскажу, чтобы нам уже не грузить. Так, сейчас, секундочку. Про эффект диспозиции. Собственно, что такое эффект диспозиции? Это, если вы хотите более подробно узнать, также у меня, кстати, на курсе 2 лекции посвящено этому, плюс там практически упражнения тоже, как этого избежать. И если еще хотите узнать про это, прочитайте Канемана. Это как раз-таки теория перспектив Канемана и Тверских, к которым они пришли где-то в 70-м году еще. Собственно, почему люди, да, удерживают свои лосы и потом, в конце концов, выходят с большим лосом? Потому что, например, да, значит, у нас есть график. Ось X – это у нас доллар value, да, доллар amount, ну, то есть просто там минус 200 долларов, минус 100, плюс 100, плюс 200, да, как пример. И ось Y – это у нас именно психологическая ценность, да, именно ценность этих конкретных денег, то, что просто есть, да, там 100 долларов, а есть эта ценность именно для вас. И по социальной психологии на эту тему было, кстати, очень много тоже исследований проведено, где показывается, да, что то, что мы даем какие-то значения каким-то определенным вещам, да, деньгам там и так далее, да, зачастую для нас это имеет разное совершенно значение именно в психологическом плане, а определяется именно в психологическом плане. Поэтому, то есть 100 долларов, да, для вас будут равны, там, предположим, какому-то значению в плане психологической ценности для вас. Но при этом потеря 100 долларов будет намного больше, то есть мы видим здесь, будет в два раза больше переоценено нами, да, чем заработанные 100 долларов. И вот это как раз-таки важный момент, который мы должны понимать. Из-за этого, когда люди видят, что их портфель просел образно на 5%, на 7%, и, например, у них максимально образно стоит 8%, что они могут себе позволить потерять от своего капитала, потом эта цифра уходит за 8-9% и кажется, да, логически надо просто выйти из позиции, там, закрыть позиции свои, если это конкретная позиция, например. Я не говорю там про портфель, я говорю про конкретную позицию, предположим, да, то для них вот уже эти минус 8% будут именно на психологическом уровне, как там, минус 12%, а то и минус 13%. Из-за этого, собственно, происходит вот этот ступор, когда люди не выходят из своих позиций, когда они теряют деньги, и, да, логически было бы вроде выйти из того, где вы теряете деньги, но как один из моментов, который происходит, именно эффект диспозиции, то есть неадекватная оценка той потери, которая вот есть у человека, да, потери вот именно вот там в виде его негативной позиции, поэтому там образно, да, минус 100 долларов для него уже будет считаться как минус 300 долларов. И следовательно, для того, чтобы обойти этот момент, да, нужно изначально тоже консервативно подходить к тому числу, которого вы, да, в процентном соотношении, либо в абсолютном значении можете допустить просадку своей позиции, либо просадку своей инвестиции, либо просадку своего портфеля, да, то есть изначально вы должны понимать, что вы будете неадекватно оценивать это, да, нерационально, потому что это когнитивные искажения, да, и что вы можете сделать, как с ошибкой планирования, да, то есть есть когнитивные искажения, ошибка планирования, вы планируете, там, в течение часа вы сделаете, там, энное количество дел, или в течение, там, не знаю, месяца вы научитесь инвестициям, да, то есть сразу берите, умножайте, как избежать ошибки планирования, просто умножайте это на два, как минимум. То же самое, например, как я использую в своей практике, да, если я вижу, что, например, какой-то уровень поддержки, но я вижу другой уровень поддержки, более консервативный, Я понимаю, что я переоцениваю этот уровень поддержки изначально, который менее консервативный, да, я ставлю, например, все-таки, учитывая, что есть еще манипуляции, да, мы с вами тоже говорили, да, манипуляции рынка, я ставлю там свою заявку, свой ордер, да, чуть ниже этого уровня поддержки, либо чуть выше консервативного уровня поддержки, да, который мы с вами, например, рисовали. Частенько рынок меня как раз-таки за это и благодарит, потому что вот как мы видели на графике, да, сейчас вот еще раз вернусь к нашему графику, просто чтобы вам пример показать, да, то есть вот у нас вроде хороший уровень поддержки в районе 8 долларов, да, и да, он бы тоже сработал, и если бы вы поставили здесь ордер на покупку, да, например, цена бы упала сюда, он бы сработал, но насколько, почти тут, ну, где тут, сколько тут процентов соотношения, да, насколько более бы эффективная была бы ваша сделка, насколько более безопасный был бы ваш вход с точки зрения риска, а мы помним, что мы все оцениваем с точки зрения риска, да, если бы мы использовали более консервативный уровень поддержки здесь, да, и ваша позиция вообще бы не оказалась в минусе с самого начала. Вот, поэтому про эффект диспозиции помним, да, что любые лоссы, суммируя мысль, любые лоссы мы будем оценивать, любые потери мы будем переоценивать, да, и из-за этого это будет мешать наших решений, рациональных решений, которые нам нужны. Поэтому, если вы там образно готовы потерять 10% от своего портфеля, то сделайте эту цифру, там, 7%, да, потому что, когда ваш портфель просядет, например, на 10%, возможно, вы уже будете не в состоянии, возможно, для вас уже ценность потери будет намного выше, вы придумываете себе, там, 25 отговорок, почему вы не выйдете из позиции, и вот как мне люди звонили и говорили, что у них на 35% просел портфель, да, то есть, если бы изначально они определили комфортную сумму, комфортный стоп-лосс для себя, вспомнили бы про эффект диспозиции и уменьшили бы это там еще на, хотя бы там, на полтора, в полтора раза, да, эту цифру, да, то, возможно, для них это бы не обернулось потерями, которые они, в конце концов, взяли на себя, да, то есть, которые у них произошли. Поэтому очень важный момент, об этом можно намного больше, конечно же, рассказать, но очень поверхностно я сегодня вам преподнес этот момент. Вот, поэтому, так как практическое задание здесь, собственно, да, вот я вам показал на графике, и мы уже со временем, да, немножко здесь тоже... Да, у нас остался последний вопрос из чата, и мы раздаем контакты, в принципе, у нас по таймингу сегодня даже мы излишек. Мы, на всякий случай, я просто такую ремарку сделал, почему мы так боремся за время, не потому, что мы тут ленивые, или мы как-то, да, тут там, задание на курс бережем. Нет, уважаемые зрители. Дело в том, что сейчас реальность такова, что люди, когда приходят на YouTube, они видят видео, допустим, там, два часа, или даже полтора часа, как сейчас, они сомневаются его открывать. Они думают, что оно здоровое, затянутое, не столько много информации, сколько воды. И поэтому зритель реально боится, и мы стараемся хоть как-то вот наши видео ужимать. Петр, смотри, вопрос был такой. Посоветуй, пожалуйста, каналы новостей, которые ты используешь по рынку. Ага, каналы новостей. Ну, сразу предупрежу, да, что новости не всегда являются катализатором для движения, да, то есть, более того, очень здесь такой момент, что бывает, бывает, вроде выйдут хорошие новости, да, все такие, о, хорошие новости, а акция начинает падать, да, то есть не соответствие, так сказать, определенного, определенного вот этого стереотипа, что если есть какие-то новости, то есть, там, компания должна, там, вырасти в цене, да, да, может быть, какая-то компания, которая, там, образно полетела в космос, как, там, SPCE, Virgin Atlantic, да, то есть, там, такие новости, ну, это такие уже прямо массовые-массовые-массовые полетел, да. Да, и, да, из-за этого, как бы, конечно же, оно будет иметь значение, но нужно понимать, что к новостям нужно относиться очень-очень аккуратно, у меня, кстати, там, даже, да, есть урок на эту тему целую, как интерпретировать новости, да, то есть, и новости интерпретировать по спросу и предложению, то есть, если новости спровоцировали спрос, да, приход, объем, да, и цена начала расти, тогда это новости, да, тогда они имеют под собой, как бы, уже какое-то значение, а если, например, вышли новости, даже, там, отчетность хорошая вышла, а цена, например, на акцию не двинулась, да, это, конечно же, хороший пример для того, чтобы, там, поставить ее на watch-лист и следить за ней, но при этом не значит, что нужно входить сразу в позицию. И по поводу новостных, опять же, да, моментов, как я уже сказал, новости вы, скорее всего, будете узнавать постфактум, ну, а так, в принципе, неплохой Finviz есть, сейчас я его введу, даже Finviz, либо Seeking Alpha, да, но вот Finviz, здесь любую акцию, например, открываешь, можешь открыть, можем открыть, там, акцию, например, Apple, да, и у нас все новости достаточно, такие новости, которые даже, прямо вот, новость за новостью будет, да, то есть здесь максимальное будет, максимальное количество новостей, связанных с Apple, да, то есть, например, не только конкретно касается, что касается Apple, да, а, например, новости, которые касаются поставщиков материалов, которые... Все вокруг, да. Да, поставщиков для Apple, например, тоже, да, что будет иметь тоже, как, определенное значение для того же Apple или для а цены на акции на них вот и выдачка ком дать инвиз точка ком очень кстати вот в этом плане именно полезных да то есть не вот то что там типа ой что я прочитал да в инсте что я увидел вы стиле там или в твиттере маска сказал да да конечно отдельно тема для отдельного вебинар до отдельных да совершенно верно атакс давай давай я предлагаю резюмировать и переходить контактам то есть вот это вот да по наш слайдик который гордо говорит о том чего мы сегодня что-то там черненькая линия у меня уехала чем мы сегодня добились и естественно на курсе вы можете добиться намного большего чем на воркшопе который у нас еще такой проходил в немножко урезанном формате старались сильно его не развозить очень старались да 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 но не получилось вот но ничего страшного это у нас только мы дебютируем формат воркшопа все скоро привыкнут и контакт уважаемые зрители вам достаточно только навести телефон с камерой с включенной чтобы перейти на любые соцсети в любые соцсети где есть сф-эдюкейшн посмотреть бесчисленное количество бесплатных видео мини курсов у нас на ютюбе по-по-по-по хотел сказать пообщаться в телеграме посмотреть новости посмотреть что у нас там происходит с фейсбуком но естественно группа вк самая древний наш сторожил и все самое свежее интересное в инстаграм не забывайте слушать подкасты вечерняя и беда в любом сервисе в котором найдете правда мы там их немножко поставили на паузу но скоро вернем по небольшим техническим причинам ну и если будут какие-то вопросы можете напрямую писать на почту инфо собакайсаплернен точка ком ждем будем ждать вас на наших курсах естественно на школе инвестиций которые напоминаю вы можете по промокоду school урвать 40 процентной скидкой all 10 все остальные курсы 10 процентов не забываем забирать плюшки ну и регистрироваться на другие воркшопы поскольку при регистрации вы получаете все фактически на блюдечке золотой каемочка и вам все пришлют как то вебинара так и после петр я наверно перейду к официальной части и вы и выражу тебе благодарность за то что ты нашел время подготовить рассказать этот материал за то что ты в конце концов принял участие в записи своего блока для школы инвестиций по трейдингу ну все-таки да еще раз подчеркну что петр был в числе первых фактически наверное экспертов которые стояли у основания сэф-эдюкейшн первой финансовой академии почитайте александр вальцев делал пост про сэф-эдюкейшн как он зарождался и там я думаю все это будет если вам интересно ну чтож я я предлагаю тебе сказать финальное слово и думаю что можем опускать занавес да спасибо роман и спасибо всем кто сегодня с нами был я знаю было много информации какая-то информация была немножко наверно сложная может быть как какой-то информации было слишком поверхностно мы по ней прошлись да из-за этого там может какого-то не стопроцентного понимания было но опять же спасибо всем кто был очень приятно что смотрели слушали я всегда люблю поговорить о том что я люблю делать то есть о своей работе более передать какие-то самые такие именно фундаментальные наверно знания потому что мы понимаем что рынок это отличное место где можно неплохо заработать да но при этом очень важно прийти на рынок с правильного ракурса до зайти из правильного входа вот я бы так сказал да чтобы рынок не оказался местом где можно неплохо потерять да чтобы вот именно зайти через ту дверь где ваши потери изначально будут минимизированы да через стоп лоссы через правильные точки входа через правильные выбранные уровни через правильные акции через правильные сегменты акции которые будете торговать либо инвестировать в которые чтобы изначально да вот в этом доме фондового рынка вы не заходили в комнату больших потерь где у вас будет максимальные лоссы до уста установлены максимальные лоссы как мы с вами смотрели до которые там после десяти процентов уже становится очень опасны да то есть до десяти процентов максимум а то и а то лучше и меньше да потому что мы понимаем что десять процентов мы говорим на словах но есть когнитивные искажения эффект диспозиции ошибка планирования и мы к сожалению 10 процентов скорее всего не соблюди не будем соблюдать это правило и поэтому нужно поставить правило там все и а лучше там даже чуть поменьше да то есть тогда ваши лоссы никогда не будут прикрывать ваши профиты на единицу риска и вы будете находиться в профитной зоне и собственно получать от этого не только даже какие-то денежные вознаграждения а именно удовольствие от того что у вас получается классная интеллектуальная деятельность так что этот воркшоп вас неплохо так обезопасит спасибо большое петр еще раз вот спасибо нашим зрителям за то что были сегодня с нами оставайтесь вместе с f education и как я всегда говорю на волнах подкастов вечерней педа уже привычки и до новых встреч и спокойной ночи всем пока все всем пока спасибо так я завершил ты три раза по моему про биткоины это так сейчас так сначала как